За сохранение традиции и здоровый образ жизни в Андике прошли межмуниципальные соревнования по подлёдному рыболовству. На андикскую рыбалку 2016 съехались 22 участника из Наринмара, Нельминоноса и Рыболовецкой деревни. С 2011 года спортивная рыбалка стала визитной карточкой муниципального образования. Валентина Чибичек наблюдала за процессом подлёдного лова и взвесила улов. Если на Печоре в районе острова Нырди повсюду слышен хруст льда, значит пришло время спортивной рыбалки, когда со всей Печорской округи съезжаются любители подлёдного лова на андикскую рыбалку. Межмуниципальные соревнования проводятся не так давно, но уже имеют поклонников. Ой, какой крупняк. Окунь называется. Вот он такой, хищник. Уроженец андига, а ныне житель Наринмара, не упускает возможности на выходных наведать родную деревню, а заодно и порыбачить. Пётр Хабаров – потомственный рыбак. Его отец работал в колхозе «Север», который многие годы был миллионером. За высокие показатели доярки и рыбаки колхоза получали правительственные награды и участвовали во Всероссийской выставке народного хозяйства. И андик – это, так сказать, рыбацкая деревня. Здесь все рыбаки. И как её смотреть, от кого она начиналась, рыбаки сюда приехали первыми. Так что без этого никак. И всегда с удовольствием приезжаю на рыбалку. Ух ты, ух ты, вот. Вот это, вот. Вот там повезло. Окушок, видите какой? Вот. И на уху пойдёт уже. Алексей Торопов – тоже заядлый рыбак. По выходным вместе с женой, захватив удочки, отправляется на реку или озеро. Благо, водоёмов вокруг Нель-Миноноса, где живёт Алексей, на любой вкус. Для жителей деревни они служат местом досуга и источником пропитания. Что-то можно приготовить, вот, крупных окуней. Сороги там, куда идут, на котлеты. Окуней варят, щуку жарят там. Тоже разные всё везде. Когда говорят, на рыбалке женщинам не место, антикская рыбалка не в счёт. Здесь женщины – полноправные участницы и помощники своим мужьям. А чтобы не замёрзнуть за два часа соревнований, они участвуют в конкурсе «Быстрый ледобор». Мама, давай! Поможем, давай, давай, давай! Эдюля! Эдюля! Вокруг буры крутись! Давай, 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 давай! Эдюля, быстрей! Ещё, 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 чуть-чуть! Вокруг буры крутись за ещё! О, еее! Давай! Ещё! Ну, что самое сложное в ледобурении? Что нужно? Ой, силу надо. Я вообще первый раз участвовала в таком конкурсе, но победила. Соревновались в ледобурении и мужчины. Но главный приз – Кубок соревнований по подлёдному рыболовству – достался победителю в номинации «Самый большой улов». Участник из Наринмайера за два часа поймал 6 килограмм 780 грамм окуней. Для хорошей рыбалки важна снасть, удачное месторосположение, знать рельеф или найти нужный рельеф, где рыба обитает. И хорошая наживка, хорошее настроение. Награды получили и победители в номинациях «Первая пойманная рыба», «Самая крупная пойманная рыба» и «Разнообразие рыб улова». Завершился семейно-спортивный праздник совместным чаепитием.